Возлюбленные Господи, дорогие братья и сестры, Христос Воскресе! Снова и снова эти радостные слова пасхального приветствия исполняет наши сердца благоговением и ликованием, ибо для христианской души нет больше радости, чем радости о воскресшем Господе. «Сей день сотворил Господь, возрадуемся и возвеселимся, Воный!» Так призывает нас пасхальное песнопение словами царя и пророка Давида. Совершив длительный и многотрудный подвиг Великого Поста, приобщившись к страстям Христовым, мы с трепетом встречаем Святую Пасху. И сегодня три великих переживаемых нами спасительных события – распятие на кресте, сошествие в ад и воскресение – воспринимаются как этапы, через которые каждый человек становится соучастником страданий, смерти и воскресения Христа. По слову апостола Павла, мы погреблись с ним крещением в смерть, дабы как Христос воскрес из мертвых, слава и Отца, так и нам ходить в обновленной жизни. Это духовное обновление, начинающееся с принятия таинства крещения, становится новой и подлинной жизнью в Господе, созиданием в сердцах наших Царства Небесного. Следуя заповедям нашего Божественного Учителя и умножая свою любовь к Нему и к нашим ближним, мы восходим по духовной лестнице добродетелей, облекаясь в нового человека, созданного по Богу, в праведности и святости истины. Учитель Церкви Симеон Новый Богослов говорит об этом следующее. Таков закон новой жизни о Христе Иисусе, что Христос, Господь, благодатью Святого Духа, приходит к нам и воскрешает умершвленные души наши, и дает нам жизнь и дарует очевидить Его самого, бессмертного и нетленного, живущего в нас. Радостью друг друга обымем, призывает нас пасхальное песнопение. Однако, сейчас каждый может задаться вопросом, неужели в нынешней обстановке можно радоваться, когда не только наша страна, но и целый мир терпит небывалые по своему характеру испытания, вызванные распространением коронавирусной инфекции. Усугубляет ситуацию и паническое состояние, в котором пребывает общество из-за страха перед возникшей угрозой здоровью и жизни, а также перед страхом о социально-экономических последствиях пандемии. Испытанием для православных верующих стало и то обстоятельство, что принимаемые ограничительные меры по предотвращению распространения инфекции вынуждает переживать Страстную Седмицу и встречать праздник Светлого Христового Воскресения в домашних условиях за прямыми трансляциями богослужений. Ввиду всего этого, особенно важно каждому из нас держать в уме слова Воскресшего Спасителя «В мире будете иметь скорбь, но мужайтесь, я победил мир». Нынешние испытания побуждают нас быть еще более чуткими к голосу Божию и чуткими к нуждам ближних и еще усерднее в покаянии, с теплой верой и сокрушением сердечным молиться о том, чтобы эти испытания как можно скорее прекратились. Особое моление следует возносить о борющихся с болезнью врачах и укреплении в немощах лежащих. Сегодня заботой о нас государственная власть призывает находиться в домашнем затворе, в самоизоляции, которая должна помочь приостановить скорость распространения болезни. Но эта самоизоляция должна быть изоляцией со Христом, а не со своими собственными страстями. Одни люди судорожно боятся, их воля парализуется, другие по принципу «бери от жизни все» предаются плотским утехам, уподобляясь героям пира во время чумы Александра Сергеевича Пушкина. Этот период самоизоляции должен стать временем сугубого покаяния. Лучшие физические и духовные упражнения – это земные поклоны со словами покаянных молитв. «Боже, милостив буди нам грешным, и Господи, и Иисусе Христе помилуй меня!» Призывать в помощь должны и Пресвятую Богородицу. Пресвятая Богородица, спаси нас! Мы должны дать Господу обещание по завершении эпидемии прийти в храм для исповеди и причастия и стать не просто формальной частицей общества, 80% которого крещеные православные христиане, а реальной частью Святой Христовой Церкви. Из жизни общества должен быть совершенно искоренен грех детоубийства. Миллионы младенцев во чреве матери убиваются в самом прямом смысле этого слова. Это реки крови, которая вопиет от оботмщения. Порядка нескольких миллионов ежегодно убиваются младенцев в год. А мы трепещем и боимся, что сколько-то сот человек или несколько тысяч пострадают от этой пандемии, нежелее тех ни в чем не повинных младенцев, которые уже живут во чреве матери. Пандемия – это наказание за грехи каждого из нас. Да простит нас Господь! И да поставит нас на путь исправления. Не будем забывать в эти дни и о помощи наиболее уязвимым группам людей – пожилым, одиноким, больным, малообеспеченным и безработным, на жизнь которых пандемия оказывает еще большее разрушительное воздействие. Верю, что в течение 2020 года все эти испытания прекратятся, и мы с еще большим благоговением будем встречаться в Божьем храме для единой совместной молитвы. Дорогие братья и сестры, радуясь ныне о Христе воскресшем, исполнимся готовности со смирением перед Богом и любовью к ближним преодолеть любые трудности. Будем помнить слова Священного Писания, обращенные к каждому верующему. Мужайтесь, и да укрепляется сердце ваше, все надеющиеся на Господа. Христос воскресе! Воистину воскресе! Христос! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok